Книги Донбассу. В рамках этой партийной инициативы по всей стране уже несколько месяцев неравнодушные люди собирают книги, чтобы отправить их на новые территории России. Проект набирает обороты, желающих принять участие все больше, потребности тоже растут. Вот и приходится открывать дополнительные точки приема. На днях к инициативе присоединились жители поселка Фрянова. Только на территории Щелковского городского округа наше местное отделение партии уже собрало более 1200 книг. И сегодня мы в рабочем поселке Фрянова тоже принимаем участие в продолжении, в развитии этой инициативы передали часть книг. Я вот сегодня также презентовал еще одну книгу, которую передаем для детей Донбасса, энциклопедическое издание «Истории России». На мой взгляд, эти вещи очень актуальны. Депутат Николай Черкасов сам родом из Луганска. Не раз ездил в регион и не понаслышке знает о пожеланиях и потребностях жителей. Книги нужны людям не меньше других видов гуманитарной помощи. Мы все знаем, что происходило последние 9 лет на этой территории. Практически полностью была изъята или устарела литература. Книга, на мой взгляд, и будет той отправной точкой, которая позволит этим территориям стать полноценными членами нашей большой российской семьи. Во Фрянове инициативу по сбору книг поддержала местная управляющая компания МПЖКХ. Точки сбора открыли там, куда ходят жители – в центральном офисе на улице Больничной и в ЖРЭУ по микрорайонам. Принести можно любые издания, которые стали вам не нужны. И в этой акции мы участвуем, потому что, во-первых, и самое главное, что мы должны нести русский язык, который угнетался на тех территориях. И книги русские дети должны читать по-русски. Всех жителей мы оповестили с помощью социальных сетей, которые у нас здесь во Фряново, на подъездах многоквартирных домов. И вот уже, несмотря на то, что стартовали только на прошлой неделе, более 300 книг уже принесли нам жители Фрянова. Я принесла сегодня тоже книжку, но эта книжка как бы классика. Прошу всех, чтобы не оставались равнодушными к этой акции, да, и приносили книги, потому что дадим им вторую жизнь. Собранные книги поступают в библиотеки и школы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Отправлено уже более 80 тысяч экземпляров. Акция книги Донбассу будет продолжаться до тех пор, пока в ней будет потребность. Присоединиться может любой желающий. Ирина Микеда, Валерий Жегле, Щелковское телевидение.